Погодите, всё-таки я насчёт дров не понимаю. Зачем дрова, если в доме нет печки? Молодой человек, а про что же я говорю? Ну про что я говорю? Я же именно говорю, что понастроили. Бог знает что. Получают премии, а соображения поставить обыкновенную печку не хватило. Не хватило соображения, вы понимаете? И ну моё это счастье, что у нас сосед, мастер на все руки. И он решил сам, сам согласился поставить эту печку, мы уже завезли цемент, завезли кирпичи, но только трубу никак не можем найти. Ну да, а куда он думает вывезти трубу? А, мусоропровод. Это можно? Ну что вы, 10 этажей, знаете, какая тяга, прям такая рвёт. Послушайте, пани Рена, а что мусоропровод, он для этого предназначен? А для чего же он предназначен? Я думал, что для мусора. Вы думаете, для мусора? Да, да, как бы не так, молодой человек, как бы не так. Третьего дня я запихала туда концернную трёхкилограммовую банку от огурцов. Так она же там застряла. Пришлось вызвать скорую техническую помощь. Вы предвидели бы, как они му... Они её кирзли вниз, она милая. Её пропихывали вверх, она не идет. Ну, значит, наверное, нельзя было такую большую банку в мусоропровод совать. А в уборную она совсем не проходит. Соседка из седьмой квартиры попробовала, где-то или там назад, так она до сих пор умается. А вы попробуйте всё-таки эту банку положить в ведро мусорное, а потом вынести в мусорный ящик. Ай-яй-яй, молодой человек, вы меня не тащите назад к мусорному ящику. Нет, 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 ни в коем случае, милая моя. Нет, хватит, мы наносились. Мы живём в новых домах, и мы хотим жить культурно, а не как-нибудь. Спасибо. Спасибо.